В японском городе Мацуэ прошел мини-парад пингвинов, одетых в костюмы Санта-Клауса. Всего в акции участвовало шесть птиц из зоопарка. Марш остоялся в Огель-парке. По словам представителей зоопарка, пингвины – одни из самых любимых животных у посетителей. Такая предновогодняя акция проходит в Мацуэ уже не первый раз. Жителям британских островов мало лохнесского чудовища. Если верить неофициальным данным, каждый год в Британии видят до одной тысячи таинственных громадных кошек. Большинство встреч такого рода происходит как раз в Шотландии, где якобы водится Несси. О неуловимых львах и пантерах уже слагаются легенды. Впервые на странного хищника наткнулся интересующийся британской историей фермер и журналист Вильям Кобет. Произошло это в 1825 году. В польском городе Вроцлав состоялась церемония награждения премии Европейской киноакадемии. Главный приз завоевала немецко-австрийская трагикомедия Тони Эрдман, режиссера Марен Адем. За победу в этой номинации также боролись она, Поля Верхована, я, Даниэл Блейк, Кена Лоуча, Джульетта, Педро Альмадовара и комната Ленни Абрахамсона. Команда биологов из Австрии и США долгое время изучала речевой аппарат обезьян и пришла к выводу, что у высших приматов есть все необходимые средства для того, чтобы произносить буквы и слова. Однако, к сожалению, обезьян для этого слишком слабый мозг. Ученые синтезировали гипотетическую речь макак. Сотрудники обсерватории в Калар-Альто, испанской провинции Альмерия, зарегистрировали пролет болида в небе над центральными и южными областями страны. Об этом говорится в сообщении научно-исследовательского центра болидов и метеоров. Огненный шар с ярким хвостом был виден в Мадриде, Валенсии, Андалузии и даже с территории Морокко. Продолжение следует...